Во имя Отца и Сына и Святаго Божьего. Аминь. Христос говорит, если вы любите тех, которые любят вас, какая вам от этого польза? И грешники так делают. Если вы благотворите тем людям, которые благотворят вас, ну какая вам польза? Все так делают, потому что это взаимобмен. Если вы любите тех, кто вас любит, ну и что же? И грешники так делают. И конец, как бы подводя итог всему этому, Христос говорит. «Любите враги ваши, благотворите противникам вашим и так исполните волю Божьей». Как это конкретно относится к нам? Вот удивительное дело. Мы часто действительно живем «ты мне, я тебе», забывая о христианском отношении. Если вы любите тех, кто вас любит, ну и что же? Ну это взаимообмен. Вы дали в долг, ничего страшного. Вы ждете еще, особенно в наше время, с большими процентами. Под проценты даем уже друг другу. И в жизни так же. Если вы любите тех, кто вас любит, их бандиты, посмотрите, какая часто наблюдается в их среде взаимовыручка. Уж они готовы постоять друг за друга, то, что называется, не жалея живота своего. Готовы идти на убийство. А Христос принес совершенно иные формы и нормы взаимоотношений. И при этом говорит, что Бог одинаково относится и к добрым, и к злым. Вот часто в жизни задается вопрос. Ну где же ваш Бог? Убивают невинных? Расстреливают? Грабят? Бог не полицейский. Бог дал нам свободу выбора и свободу воли. И то, что творится в мире, вина не на Боге, а на человеке. Как личности единой, так и коллективной. И опять же, когда Господь повелевает любить тех, кто вас не любит, Он приводит пример о том, что, смотрите, Бог благотворит и на правых, и на неправых, и на верных, и на неверных. И особенно ярко мы видим это выражено в природе. Не делит Бог людей по секторам. Вот там живет Иван. Правильник. Ему солнце хорошее. Вовремя дождик. А там окаянные грешки. Но давай-ка Ему поддадим что-то другое. Не делит Бог. Бог изливает Свою милость, Свою благодать на всех. С одной только целью ожидая грешников спасти. Нередко во взаимоотношениях людей можно слышать. Мой Бог – это добрые люди. Но вот нередко это добро бывает очень однопоким. Это добро, которым предупреждал Христос сейчас. В Евангелии. Это добро нередко ты мне, я тебе то, о чем говорил выше. А вот добра по-христиански, попробуйте, хотя бы внутренне настройтесь относиться к человеку, который делает тебе пакости добрая. Великий труд. Любите ненавидящие вас. А в семье, кажется, супружеская пара, когда женились, они любили друг друга. Симпатии друг другу были. И затем нередко из гнилых пустяков кто-то где-то сказал недоброе слово, кто-то, как кажется, поступил не так, как надо было той или иной стороне, и постепенно трещина, разлад, и в конечном итоге трагедия. Что сейчас творится? Не успели вступить в врат, как уже видим, развелись. Вот в Евангелии есть такие слова. Друг друга тяготы носите, и так вы исполните закон Христов. И во взаимоотношении к брачной жизни проходит эйфория влюбленности, и наступает жизнь. Проявляются некие недостатки, кажется, той или другой стороне. Вот здесь и мужество, здесь и разум, здесь и христианская любовь. Увидел недостаток друг в друге, потерпи его. Вот это будет носить тяготы друг друга. И поверь, как через некоторое время борьбы с собой, проявлением терпимости и любви, ты начинаешь чувствовать, что вот этот айсберг, который казался неприступным и разделял взаимоотношения, быстро начинает таять. А проходит какой-то период, и ты удивляешься. Против чего боролся? Откуда было зло? Это же пустое место. А по-христиански это искушение. Поэтому в том и отличие учения Христа от обычных взаимоотношений между людьми. Христос говорит о любви и о прощении. А мир говорит о эгоизме и на торге. Ты мне, я тебе. Бог мыслит по-другому. Не праведники пришел Бог спасти, а грешен. Но если Бог так поступает, а мы в своих взаимоотношениях с кого должны брать пример? Его заповеди исполнять. А уж если по-честному, когда увидишь чей-то недостаток и кажется несправедливое отношение к тебе, остынь, не горячись, отойди, а потом, придя в себя, в спокойной обстановке, подумай, а вообще ты какой сам по себе? Открывай книгу своего бытия, своей жизни и честно перед своей совестью и перед всевидящим Богом начинай читать, как ты относился к своим родителям, жена к мужу, муж к жене, дети к родителям, родители к детям, на работе и сравни те факости, которые, кажется, кто-то тебе делает. А ты всегда ли был честен? И вообще ты перед Богом действительно ли исполнял Его завет? И, наверное, по совести ты прочтешь в своей книге столь темных пятен, столько неприглядных дел, а уж не говоря о мыслях, которые настолько порочны, что самому стыдно даже и напоминать, что было. И в этом и является проявление христианского терпения друг перед другом. Нам все время говорят сейчас о некой свободе, о демократии, о вершине человеческого разума и достоинства. Пожалуй, ни в какие времена не было столько кровожадности, как в наше время. Молимся за свободу, но к свободе идем через кровь, через разруху, через слезы, через смерть. Где разрух? Куда спешим? Спешим к пропасти и к погибели. И все начинается из личного человеческого взаимоотношения между конкретными личностями. И если человек не поймет, что главный источник всех бед это мы, конкретные люди, конкретные личности. И если с этим не будет бороться, то ад начнется в душе лично, ибо ненависть, неприязнь, нелюбовь будет подтачивать и не только душу, но и физически разрушать тело. Наверное, мы все встречали людей озлобленных, ненавидящих друг друга, и на них лице, на лице написано некое бесовское зло. Встретишься и становится жутко, ибо там столько ненависти, а иногда наоборот, человек скромный труженик, с такими чистыми ясными глазами, с таким миролюбивым внешним видом, что хочется сказать, живы вы еще, есть на земле праведники, чему и должны стремиться. Аминь. Спасибо. Аминь.